В крещение ударили настоящие крещенские морозы, а потому без теплой одежды шапки и рукавиц было просто не обойтись. Но несмотря на это татарстанцы, этой ночью совершили паломничество в Раифу. Белые цветы к белым ризам и светлым помыслам божественной литургии именно в этот день звучит по-особенному. С особыми мыслями приехали сегодня и паломники. Самое светлое, настроение великолепное, крещенские морозы дают о себе знать, хочется и пробежаться, и окунуться. Это очень светлый праздник, это праздник мира, добра. Провести службу прибыл митрополит казанский и татарстанский феофан, затем под звон колоколов с иконами и крестами от Троицкого собора до Ледового городка. Это неизменная традиция. В храме стояла в основном молодежь. Храм был полон. И что характерно, люди приходят уже в храм не на шоу красивое, а для того, чтобы в эту святую крещенскую ночь помолиться. Мои во рта, не крещающиеся тебе, Господи, прожившиеся в огонь и в небе. Теперь вода священная. Она, как говорят в народе, смоет грехи и очистит душу. Минус на улице, плюс на душе. Отлично. Каждый год с 7 лет. Освятиться. Вообще очень здорово. Холодно. Освящаюсь и грехи смываю. Пока одни купаются, другие в очереди. Освященная вода почти так же популярна, как и Ордань. Верю, что вода крещенская. Помогает очищению как внутреннему, как телесному, так и духовному. Во всех храмах Челнов прошли богослужения и традиционные купания. Для одних это долгожданное событие, в жизни к которому они шли давно. Для других визиты к Иордане – добрая традиция. Ощущается весь небольшое покалывание. Но это нереальное ощущение. Правда, нужно всем попробовать. Звон колоколов оглашает начало крестного входа и в Нижнекамске. Вода 3 градуса выше нуля. Многих верующих от купания не останавливает ни холод, ни возраст. Я давно хотела попробовать. Но все-таки решаюсь. Да холодная еще. Хорошенькая. По Буинскому району было организовано 6 купелей. Некоторые специально приехали из Казани, чтобы окунуться именно здесь. Боялась, шла, конечно, замерзла. Но когда зашла, сестра Сипиша пропала. После купели горячий чай и выпечка татарстанцы, которые не успели сегодня окунуться, успеют это сделать. Иордане республики не замерзнут еще два дня. Альбина Слагараев, Ишат Мухаммедов, ТНВ, Зеленодольский, Буинский район и набережные Челны, Нижнекамск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова